добрый день уважаемые аудио энтузиасты мы путешествуем по выставке hi-fi хайн шоу 2023 и учуяли запах дерева естественно на запах мы пошли и нашли здесь отечественного производителя акустических систем явно вот по виду этих акустических систем они источают запах дерева так надо познакомиться это иван глазачев и пожалуйста расскажите о вашей фирме и что вы производите производим и строим скажем акустические системы это мониторы для профессиональных студий для профессионалов именно кто работает дома и также для ну скажем аудиофилов хорошие хорошая звука и прочее прочее то есть цель была задача построить мониторы именно жесткими тандартам это как бы сказать штанга циркуль для звукорежиссера ну и здесь естественно было куча задач которые нужно было решить первая задача это исключение всех фильтров то что это для звукорежиссера фазовые искажения это для него самое страшное конечно линейность это тоже важно но естественно свести к минимуму все резонансы все которые могут влиять корпусные до свойственно динамик но естественный подбор динамик давайте пойдем по частям да вы говорите об отсутствии фильтров это это что означает что вы используете широкополосные динамики в целом да как можешь и диапазон убираем а шире это куда может стоит все таки в данном случае поднять вверх сверху и понизить не снизу так и сделаем и вверх и вниз но вниз как я понимаю вы до конца то есть если монитор там условно ряд 50 герц то все вот у вас и динамика 50 а сверху сверху динамик ограничен своими характеристиками естественно приходится добавлять фландарный twitter естественно часто среза где-то выше 7000 килогерц 8 это для того чтобы мы уходили в зону выше 5000 кгерц где ухо не определяет анализ это свой слуха поэтому она не мешает основном спектру звуковому а весь основной звук должен именно исходить 1 1 динамика для наших подписчиков новое слово планарный twitter что это означает это излучатель основное свойство почему я использую у него практически отсутствует резонанс если взять высокочастотную пищалку то есть это заменяет высокочастотную пищалку куплен купольный да у них есть резонансы и у меня была цель именно борьба с резонансом это именно сохранить фазы и сохранить фазы частотных тиску и в этом как раз очень сильно помогает планарная twitter это слово планарная это означает что у него мембрана плоско брана плоская на ней находится на наполеон естественно проводник магнит задней части ну это принц похоже на динамик но немножко вот в другом правильно ли понимаешь что там прародителем старым был там пример 10 ги один отечественный да может быть да но вот там конечно не сочинено но техника сейчас позволила сделать компактно аккуратно в маленьких размерах очень хорошие звучатели и знаете звук режиссера отмечает мягкость высоких тонов я обратил внимание что вот эти акустические системы очень легкие что-то хитрое в конструкции вы применили до конструкции были пользу на моя идея где я внес внутри 14 конструктивных элементов которые находятся постоянно напряжение цель это было создать внутри сферу из этих элементов чтобы не было там стоящих волн одновременно эти элементы с разной частотой настроены делают напряжение на передние задние стенки и верхние что сводит резонанс частоту более высокую часть в области где и амплитуда маленькая и так как они находятся на разных частотах то это влияние я уменьшил до минимум на то есть вы размазываете резонанса и практически мы не слышим звука корпуса а почему он такой легкий а там использована сверх легкая фанера сейба и также материалы вот сверху еще тоже есть камуфляж это как термос там звукоизолирующие материалы подобраны они не являются тяжелыми и как оказалось вес данной конструкции просто не играет роли то есть обычно делают акустические системы стараются сделать максимально глухие корпуса а вы пошли по идее музыкального инструмента да у них необходимость такая возникает потому что они делаются плоскости им надо как-то утяжелять водитель нас резонанса более низкую сторону какую-то там бороться с ними но здесь я как раз достиг эти цели совершенно другими путями понятно а вот для чего разные модели предназначены разные модели у звуков режиссерах есть такая особенность они раскладывают мониторы как ближнего среднего и дальнего поля это как раз означает нахождение акустических систем от уха самое ближнее среднее мало ближнего поля это вот трехдюймовые динамики они стоят где-то рекомендовано 0 5 1 метр это как наушники принципе звук режиссер он целый день проводит за пультом у него целый днями этот звук который просто ему отдыхать надо это тяжелая работа ему нужен точность передачи они тюнут каждую нотку вокалиста поэтому им нужен очень самый праздивый источник самое интересное что трехдюймовые получились уникальными колонками у них диапазон от 80 до 10 килогерц с нервномерностью где-то полтора децибела удивительно да это очень ровный инструмент очень точный и поработав вот кому я давал они были конечно приятно удивлены что появился такой инструмент это очень удобно еще кстати маленькой квартире где там дети жена и может поставить и тихо работать уж наушник тоже как-то многим некомфортно это давит на уши и и прочее прочее поэтому трехдюймовые да но на самом деле наушники еще неправильно строить сцена да 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 наушниках нельзя делать скажем сидеть но если кто-то делает я я не знаю я не специалист но кто-то может и делать но больше всего старается нужно предварительное сведение сделать но конечное все равно контролировать на акустический я не пихать вы рассказали про очень высокие параметры акустических систем при этом динамики оказываются широкополосные что же это за модели динамиков мне удалось подобрать среди большого количества динамиков это вот в 6 и 8 дюймовый это sb акустика причем бумажный диффузор динамики оказались очень динамичные прям масло масляное такое да они очень интересны кстати тону их сейчас используют но они после меня стали использовать вот так да да чей динамик это фейн английские динамики фирма очень такая классическая а какого чувствительности кустики самая низкая чувствительность это 76 децибел трехдюймовых а 15 дюймовых 98 децибел у них пиковая мощность 2 киловатта а номинальный 600 ватт хорошо стойки они просто так вот подобранные по внешнему виду ли это далее или они со звуковыми параметрами согласованы нет это стойки сделано все своими руками все свои руками а сделано не для того чтобы первую очередь смотрите здесь углы нет полного скажем сочленения контакта очень удобно регулировать по высоте углу вот и так и так так то есть положил вынул снял не на прикручение надо там каких-то вот мне нравится человеку знаешь почему он не сочиняет легенда что это влияет на звук что это просто удобно вы рассказали про дерево а что за порода тут как раз галерки спрашивают может быть в тоной применить тоной может конечно применять все это дерево сейба она похожа на тополь легкая очень липа вот где-то в этих плотности находится но волокна очень плотные и легко обрабатывается и оказалось очень удачно он используется в этой конструкции для акустической системы я не могу сказать что это будет для больших интересно не знаю не пробовал это надо экспериментировать но для моей конструкции доказать само удачное дерево который можно использовать а если например взять заменить его на фанеру я думаю что резонанса будет больше амплитуды и здесь мы будем бороться с тем с чем мы то есть в этом смысле дерево более больше поглощает то есть добротности может быть там и не такая резонанса но амплитуда меньше а для чего вы на twitter и поставили вот эти решеточки а это знаете у меня был канадский кожем орех очень ценное дерево никуда девать да я сделал планар он очень поврежден и если магните какой здесь поднести он примагнится и повредит над чем защищать тряпка смотрите как-то это вот похабно дерево есть дерево новое а потом мне дерево наверное легче а я уж прям испугался что это акустическая линза какая-то стоит а знаете ну здесь есть рассчитать маленькие прождества она не может влиять и не рассеивать или за так защитный экран он вам не доскал он испугался потому что ему по ушам уже по этим лизам ходят ходят уже месяц он уже там мозолит ушах и он побоялся чем вы усиливаете здесь как раз вот усиливая твоим усилителем который я это вот это да кстати он тоже здесь дерево здесь мир бау дерево это здесь но здесь больше он как отделочный материал обязательно звучание влияет а то у многих вы знаете там фанеру с яхты стырил сделала этот и какого корпус не звучит лучше чем в алюминии то есть вы до такого нарканизма не замену скажу там ты ведь ничего вот так здесь конечно чисто декоративное здесь можно и люминий использовать здесь можно все что угодно но под рукой дерево так как у меня и много видите изделий из дерева поэтому есть остатки не выбрасывать их надо приклеить стрелочки красивые а это для сыпых это хорошо конечно мы можем сделать и под заказ и без стрелок там и с лампочкой с одной и у меня как раз вот я даже без очков вижу стрелочки хорошо но особенность это усилить принципе простой схеме очень короткий звуковый тракт конечный каскад выполнена полевых транзисторов японского производства детстве 70-х годов схема моя собственная и особенность этой схемы том что мне не надо подбирать точно комплиментарную пару что не из одного ведра перекладывать другое и в итоге устройство которое контролирует эти смещения электроны нет в цепи нигде ни одного конденсатора не на выходе не на входе нет никаких защитных устройств я специально это выбросил по той сопричине простоят предохранители если уж что-то кто-то закоротил но он просто перегорит почему потому что все электронные устройства защиту мы знаем реле который подгорает со временем и потом начинает барахлить электронные устройства влияет на звук там и прочее прочее вот здесь все выброшено все аудиофильские ради детали это для того чтобы предвзятых люди посмотрели а что у вас там просто такие элементы ну а здесь все аудиофильские конденсаторы все подобрано но если как сказать кто радио электронщика будет удивлен что это практически минимальный звуковой тракт это вот так получилось я но при этом технические параметры это вполне а вы знаете мы сравнили честно говоря вот в лоб сравнили с другими усилителями там брендами японскими которые очень высокий там ну скажем так переграв и это резюме не мое тему усиления мы обсудили а от усилителя к акустике наверно какие-то провода идут да мы делаем провода сами подбираем слушаем то есть мы в них уверены качество уверены хорошая пайка а вот в привате вы что-то рассказывали о фонокорректоре а фонокорректор да а теперь можно озвучить остальным фонокорректор тоже собственное производство особенность его есть я не знаю не могу сказать что что-то может что-то сверх естественно в нем тоже отсутствует разделительные конденсаторы тоже как усилитель постоянного тока и многие к этому вопросу возвращается многие делают ничего не могу сказать что здесь новые открытия нет но единственное скажу что есть система отслеживания нуля которая практически помогает входному диверсионального каскаду именно на полевых транзистор способность удерживать входное сопротивление практически от 1 до 2 до 2 то есть здесь смело можно не использовать согласующий трансформатор между головкой мс и перед фонокорректор понятно иван мы планируем нять ролик по теме электропитания и там провести сравнение когда работает аппаратура от розетки напрямую или от специального блока сейчас не будем рассказывать что за блок всему свое время но приглашаем вас с вашим усилителем принять участие для того чтобы вот это сравнение делать у нас будет парочка тогда усилителей возьмем то но и чтобы ничего не лишнего не таскать в студию и и будем пробовать как хорошее предложение я за любой эксперимент ну а тогда мы прощаемся до следующего ролика пока пока